Так, ну что ж, товарищи, у нас сегодня второе занятие в этом, скажем так, семестре осеннем 2018 года. И мы подошли и начнем сегодня изучать вопрос, ну, может быть, даже самый ключевой с точки зрения и рабочего движения, и развития рабочих, и всестороннего гармоничного развития личности, и построения коммунизма даже. Это вопрос рабочего времени. Мы перешли к восьмой главе капитара под названием «Рабочий день». Ну и вот, прошу высказываться, кто начнет. Как у нас делится рабочий день, давайте, на какие части? Ну, рабочий день у нас делится на две части. Это необходимый рабочий день и прибавление. Нет, необходимое рабочее время. Да, необходимое и прибавочное. Ну что же, необходимое рабочее время, что есть у нас? Время, когда работник обеспечивает воспроизводство своей рабочей силы. Ну, а как вот оно его обеспечивает? Вот я стою у станка, а мне надо есть, пить, одеваться, жить где-то, а я втурки точу. И что мне эти втурки, я их есть буду? Втурки, произведенные мной в течение необходимого рабочего времени. Как они соотносятся? Как привали. То есть, на самом деле, время на воспроизводство моей рабочей силы тратят другие люди. Это те, кто выращивает хлеб, да, те, кто меня одевает, жилище мое обогревает и так далее. Вот, но я своим трудом воспроизвожу эквивалент этого дела. И поэтому считается, вот сколько времени, сколько абстрактного труда затрачено на мое обслуживание, чтобы я мог жить, на мою еду, одежду, там и прочее. Вот, столько вот я должен эквивалент этого произвести за эквивалентное рабочее время. Ой, за необходимое рабочее время. И что еще у нас есть? Рабочее. И прибавочное. Прибавочное рабочее время. Да, ну, дейся. А чем я занимаюсь в прибавочное рабочее время? Я ту же стоимость произвожу. Продолжаю производить стоимость, но она уже достается капиталисту. Он ее присваивает. Сверх того, что необходимо рабочему. Спасибо. Сверх того, что необходимо для воспроизводства рабочего. То есть, получается, что вначале рабочий работает на себя, потом он работает на капиталиста. И только ли к рабочему это относится? Ну, это мы потом обсудим, ладно. Значит, вот рабочий день делится на две части. И вот какие здесь могут быть у него пределы? Ну, физически возможного. То есть, человек не может работать 24 часа. То есть... А кто-то определяет, сколько он может работать? Сам человек. Сам человек. То есть, устал, пошел домой. Ну, так же, как стоимость определяется по стоимости. Так же и, значит, колебания возможны, но есть общий такой какой-то... Ну, есть минимум, который определяется именно необходимым временем. Меньше его рабочий день не может быть. Иначе, будешь меньше необходимого времени работать, помрешь с голоду. Это не обсуждается. А потом вот наверх пошло прибавочное время. И тут вот Маркс приводит примеры, что вот семи часовой рабочий день... Да, он, во-первых, Маркс ставит всегда условие, что рабочая сира воспроизводится за 6 часов труда. И, кстати, это вот я вот так прикинул, где-то как-то это может быть даже и на сейчас можно. Хотя нет, сейчас, конечно, меньше, сейчас меньше, намного. Но вот у нас сейчас стоимость эквивалентная рабочей сиры, это где-то около 200 тысяч в месяц, да? Стоимость рабочей сиры. Если один человек соблюдет, то... 200 тысяч в месяц, нет, 270. А если два супруга, то 150? Ну, 150, хорошо, 150. Вот за сколько времени сейчас вот этот рабочий может 150 тысяч? Какое у него необходимое время? Вот товарищ Кучук приводил цифры, мы его на прошлом занятии их обсуждали. Сколько там это примерно получается по времени? То есть за какое время он может вот это... Там средняя зарплата была 50 тысяч, и приводил товарищ Кучук, что за 1,4 часа, значит, рабочий работает на себя. Но там, правда, по статистике, там невозможно было вычленить рабочих. То есть там работники заняты и на предприятии в целом, вместе с бюрами-воротничками, генеральным директором и так далее. То есть за этот расчет учитывал и менеджерских составов. Да, а иначе нельзя, не было статистики отдельно именно по работе. Но все равно 1,4 часа. Для того, чтобы в 3 раза больше получить, он должен был бы на себя работать 3 часа, 3, 4,2 часа. То есть 4 часа, ну, где-то там, можно сказать, 4 часа 15 минут. То есть так же, как и во времена Маркса, получается половину рабочего дня. Если бы половину рабочего дня, около того, рабочий работал бы на себя, он бы получал бы зарплату по стоимости, в соответствии со стоимостью своей работы, с производства своей рабочей силы. И это вот коррелирует с теми данными, которые приводит Маркс. У Маркса в большинстве примеров рабочий день 12-часовой, из которых половину, 6 часов, рабочий работает на себя. То есть тоже по стоимости рабочей силы получается. Вот это вот такая просто интересная корреляция. Ну, а здесь Маркс приводит 7, 9 и 12-часовой рабочий день. И всегда, значит, у нас по 6 часов, к сожалению, здесь доски нету, не нарисуешь. По 6 часов у нас необходимое время. Ну, а добавочное время, оно нарастает. И Маркс здесь приводит цифры, что по степени эксплуатации, что она составляет 16,2% при 7-часовом рабочем дне, 50% при 9-часовом рабочем дне и 100% при 12-часовом рабочем дне. А при условии, что 6 часов рабочему необходимо работать на себя. И вот какие все-таки вот придеры-то рабочего дня? Чем они лимитируются? Чем они устанавливаются? Капиталист может установить придеры на рабочий день? На сутки, 24 часа придер. Капиталист может установить придеры на рабочий день? Ну, вот минимальный может, а максимальный жестко, видимо, нет. Ну, в смысле, для всего фактористического общества. Ну, вот есть вообще какой-то естественный придер для увеличения величины рабочего дня. Вот у капиталистов присущ, вот экономический какой-то придер. Но ему не присущ, конечно. Чем дольше будет. Безконечно, чем дольше, тем больше. И Марк, кстати, здесь приводит пример, как машинист, который устроил аварию со смертями, катастрофу, что-то 57 часов что-либо непрерывно на работе. Вот. А ему это учли, ему дали не 20 лет каторги, а 15 вроде бы. Там суд учет, такой факт. Вот. Это бесконечно. Значит, а... Ну, не бесконечно, 24 часа в сутки. Ну, 24 часа в сутки, да. Вот. И это законами никакими не ограничено было долгое время. Но, однако, по факту, это 24 никто не трудился, потому что нужно поспать. А сколько поспать вам нужно? Вот Марк, вот, пример... Сколько-нибудь нельзя же не спать. Ну, сколько, ну, часа вам хватит. Четыре часа-то надо. Четыре часа, ладно. Марк, вот, примеры, значит, и 12, и до 18, 18-часового рабочего дня. Больше 18 часов Марк не приводит примеры. Ну, там уже смерть. Вот. Сразу не умрете. Поработайте какое-то время. Вот. И кроме того, Марк пишет, что есть и кроме, так сказать, чисто физиологических потребностей, которые Марк там подробно расписывает, это не только сон, это прием пищи, там мыться. Удовлетворение потребностей. Да, там всяких. Духовных каких-то. Вот. И он пишет, что кроме этого, есть еще и удовлетворение духовных потребностей. То есть, человеку необходимо развиваться. То есть, здесь вот это тоже, так сказать, в это надо закрадывать. И вот в той стоимости рабочей силы, которую мы рассчитываем, там это присутствует, между прочим, в расчете. И что мы видим? Значит, капиталист, он не сдерживаем. Ну, когда по отношению к временам, которые описываются в капитале, здесь зачастую еще рабочий день не сдерживался никакими законодательными рамками. Его здесь ничто не сдерживает. С другой стороны, ну, как правда показывает практика, даже и законодательные рамки сдерживания рабочего дня, они далеко не всегда соблюдаются. Вот, скажем, у нас 8-часовой рабочий день установлен. А вот, скажем, мы вот сейчас писали договор с городом Кокранцем, они говорят, там у них переработка в 2 часа, она, в общем-то, так закрадывается. Возможно, переработки до 10 часов. За счет того, что они приедут, приходят, принимают троллейбус, потом сдают троллейбус. А рабочее время, грубо говоря, то, что вот они выехали на линию, приехали с линии. Так что здесь всякие розейки есть для дальнейшего увеличения рабочего дня. То есть, поэтому и в этом заинтересован. Как капиталист, как приобретатель рабочей силы. И более так, как пишет Макс, каждую минуту, каждый час, когда оборудование капиталиста простаивает, он это воспринимает, как воровство у себя. Ну, у него есть, он купил станки, оборудование, они стоят. Это воровство. И он прав, с своей точки зрения. Но, с другой стороны, рабочий, как продавец рабочей силы своей, он должен быть заинтересован, чтобы она сохранялась. И он должен быть заинтересован в ее рачительности. Чего, кстати, у рабочих мы сплошь и рядом не наблюдаем. Если капиталист у нас сплошь и рядом очень рачителен к своим деньгам, к своим разным материалам, там экономия жуткая, то рабочие очень часто нерачительно относятся к своей рабочей силе. Мало спят, дышат черти чем, еще рады, если им за вредность доплачивают. И поэтому, но, если рабочий, как рачительный хозяин своей рабочей силы, скажет, что ее надо расходовать более экономно, он тоже будет прав. Как Маркс такую ситуацию не назвал? Ну, даже не Маркс называл, а как называется такая ситуация, когда оба субъекта опираются на закон и право, и они оба при этом правы. Антиномия. Антиномия. Вот, и тут мы входим в состояние антиномии. То есть, вопросы продолжительности рабочего дня, они решаются не какой-то там высшей логикой, а решаются вопросами трассовой борьбы. Рабочий, как владелец своей рабочей силы, он вправе относиться рачительно к своей рабочей силе. Капиталист, как владелец средств производства, заинтересован в том, чтобы эти средства производства не простаивали и давали максимальную отдачу. Вот это вот и те, и другие с точки зрения закона правы. И вот они должны вступать по льбу. Иван Михайлович, давайте мы вернемся. Давайте. К этой антиномии, поскольку вы очень популярно объяснили, с точки зрения права. Ну, как мы знаем, право основывается на экономических отношениях. Что это за экономические законы, экономические отношения, которые порождают вроде как равное право юридическое. С одной стороны владельца капитала, средств производства, капиталисты, а с другой стороны рабочего. Это буржуазное право. Нет, это юридическое право, это есть отражение экономических отношений. Вот Сергей Викторович правильно. Кажется, продавец товар. Товарного производства, достигшего такой стадии развития, когда рабочая сельская... Марк пишет о законах товарного обмена. Рабочего и его товар, рабочая сила. Он его хочет продать до стоимости. За всем этим правом юридическим стоит экономическое отношение. Марк пишет о законах товарного обмена. Давайте вспомним, что это за законы товарного обмена. Обмен – это что такое? Это отчуждение. А, взаимное... Взаимно обусловленное, да. Что вы скажете? Взаимно обусловленная передача принадлежащих двух субъектов. Товаров. 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 Вот они, законы товарного обмена. Это раз. Во-вторых, что происходит на основании чего? Эквивалентность обмена. Помните такое? Виктор Иванович, а это закон или это определение товара обмена? Марк пишет вот здесь дважды в этой главе о законе товарного обмена. Но как мы знаем, что закон – что это такое? Спокойное въявление. Есть явление, значит, есть закон этого явления. Это вообще существует как у закона, получается, спокойное въявление, потому что... Есть явление. Есть явление. Есть. Есть закон этого явления. Да. Давайте. Значит, давайте вот… И ещё там вторая сторона – эквивалентность обмена. Ведь по закону стоимости в соответствии с затратами общественной, необходимой затратами труда. То есть, происходит обмен эквивалентов. То есть, никакого обмана в процессе обмена рабочей силы, продажи рабочей силы капиталисту рабочим, владельцам рабочей силы, никакого обмана нет. Не должно быть. Но его нету как бы вообще по факту, потому что рабочая силы… Давайте ещё тогда вернёмся, мы забываем. Ведь Маркс рассматривает… Вот есть такое понятие – научная абстракция. Ведь для того, чтобы выявить законы, которые скрываются за миром явлений, там много чего напутанного и многообразного. Маркс вот… Сила абстракции, так сказать, вот от этих внешних, так сказать, явлений, массы миллионов, которые могут всё это, скажем так, помешать вывести эти законы, абстрагируются. В том числе от того, что в реальной практике у нас заработная плата не соответствует стоимости рабочей силы, либо, скорее всего, ниже в подавляющей массе случаев. Но он что пишет, значит, Маркс? Давайте в этом случае, когда рабочая сила продаётся по стоимости. Всё. Затвердели и забыли. Идём дальше. То есть, даже в этом случае, когда рабочая сила продаётся по стоимости, всё равно получается… Эксплуатация. Да. Вот мы дойдём. Значит, что получается? То есть, в основе юридических законов лежат экономические. То есть, законы товарного обмена. Обменятся эквиваленты. Раз происходит обмен товаров. То есть, на одном полюсе капиталист со средствами производства, на другом полюсе рабочий. Рабочей силой. Вот произошло, как мы сейчас вот, вы прекрасно сказали, да, обмен товаров. Чего пользование перешло, пускай во временное пользование по договору, но в чьё пользование перешла рабочая сила? Капиталисту. Капиталисту. Вот если любой товар, вы пойдёте, сейчас вот мы закончим занятие, пойдём в магазин, выкупите колбаски, вы хлеба, потребление товара, скажите, чего будет ваше? Вы что с ним хотите, то и будете делать. То же самое и капиталист. Получив на время рабочую силу, её потребляет. Ну а дальше-то что получается? Просто вот это свойство рабочей силы, о котором мы говорили на прошлых занятиях, великое свойство, создавать стоимость больше, чем она стоит. Вот Маркс называет, это специфическая потребительная стоимость рабочей силы. Кому принадлежит товар, который произведёт рабочий на средства производства, принадлежащих капиталисту? Капиталисту. Капиталисту. Всё идёт в соответствии с законами, с экономическими законами товарного обмена и дальше-производства. Ну если вы купили товар, значит вы хозяин, вы собственник этого товара, что хотите с ним, то и делаете. Вот здесь то же самое. И дальше вот теоретически, то есть Иван Михайлович прекрасно всё на примерах сказал, вот есть границы. Вот такая мысль у Маркса интересная, что рабочий день в каждом конкретном случае он определённый, сам он по себе величина неопределённая. Интересная, да, диалектическая постановка вопроса. То есть вот рабочий день может и 12 часов, и 8, и 10, то есть в каждом конкретном случае он конкретный. Да, 18, а может и 20, вот 25 он не может, потому что 24 часа отсутствует. А жаль. Да, а жаль для капиталистов. Вот есть границы этого рабочего дня, они двух свойств. Первый – это физические, об этом вы говорили, и второй – моральные. Я бы сказал, моральные, исторические, и по-странному они отличаются. Вот в таком плане, я думаю, в теоретическом надо бы завершить, идти дальше уже. А сейчас вот всё-таки не удержусь, прошу прощения. Вот тут Маркс приводит такую цитату, крадывая в уста сознательного рабочего, такого гипотетического, до которого о нашем нынешнем рабочем многим ещё и расти и расти. Это рабочий говорит капиталисту. Товур, который я тебе продал, отличается основной товарной черней от основной товарной черней тем, что употребление создаёт стоимость, и причём большую стоимость, чем он стоит сам. И так далее. Ты постоянно проповедуешь мне Евангелие бережливости и воздержания. Хорошо. Я хочу, подобно разумному бережливому хозяину, сохранить своё единственное достояние – рабочую силу, и воздержаться от всякой безумной растраты её. Я буду ежедневно приводить её в текучее состояние, превращать движение в труд лишь в той мере, в какой-то не вредит нормальной продолжительности её существования, её нормальному развитию. Безмерным удлинением рабочего дня ты можешь в один день привести в движение большее количество моей рабочей силы, чем я мог бы восстановить в три дня. То, что ты таким образом выигрываешь на труде, я теряю на субстанции труда. Пользование моей рабочей силой и расхищение её – это совершенно разные вещи. Если средний период, в продолжении которого средний рабочий может жить при разумных размерах труда, составляет 30 лет, в наших расчётах 25 лет, то стоимость моей рабочей силы, которую ты мне уплачиваешь изо дня в день, равняется 1 делить на 365 на 30, или 1, 10 тысяч на 950 всей её стоимости. Но если ты потребляешь её в 10 лет, ну как в наши дни с грозухи рабочей, и уплачиваешь мне ежедневно 1, 10 тысячную вместо 1, 3 тысячной всей её стоимости, то есть лишь 1 треть дневной её стоимости, то ты таким образом уже крадёшь у меня ежедневно 2 трети стоимости моего товара. Ты оплачиваешь мне 1 дневную рабочую силу, а потребляешь 3 дневную. Это противно нашему договору и закону товара обмена. Итак, я требую рабочего дня нормальной продолжительности, и требую его, взываю не к своему сердцу, так как в денежных делах сердце морчит. Я требую стоимости моего товара. Вот это вот. То есть тут мы вроде бы Маркс начинает с того, что всё по-честному, а кончается вон тем, что... Не кончает, вернее, а упоминает о том, что, в общем-то, в реальной-то жизни у рабочего крадут его рабочую силу сплошь и рядом. И призывает рабочих бережно относиться к своему достоянию, единственному достоянию, которое у рабочих есть, это к их рабочей силе, чего многие наши рабочие не понимают. Так, всё, дальше пойдём, дальше пойдём, да. Так, ну что, пойдём дальше к этому, к боярину. Или ещё что есть сказать по первой, по первой... Выводы, скажите. Вот, подсчётно-то. Выводы? Я думаю, что за выводы, что-то я закрылся в бумагах. Так, сейчас. Выводы, подсчётно-то природа, товарного обмена, это важная мысль. Чё-чё? Выводы, выводы. Да, тут запьёмся. Ну, зачитайте это. Книги нет, ну что-то у меня выскочило из годовой. Напомните, кто там, а, вот. Ну, выводы какие, что природа самого товарного обмена не устанавливает никаких границ для рабочего дня. А, вот это, да. И для прибавочного труда тоже. И главный вывод тут очень хороший, что пристрахновение двух равных прав решает сила. Таким образом, в истории капиталистского производства нормирование рабочего дня выступает как борьба за пределы рабочего дня. Борьба между совокупным капиталистом, то есть, классом капиталистов, а совокупным рабочим, то есть, рабочим классом. Классная борьба уже. Я не удержусь от того, чтобы высказать такую вещь, что у нас сейчас коммунистов, извиняюсь, как собак нерезанных, интернеты все ими заполнены. А вот этот девиз о сокращении рабочего дня, выдвинутой рабочей партией России, поддерживают официально, по-моему, ни одна из коммунистических партий, так называемых, его не поддерживают. Если я не прав, поправьте. В общем, если рабочие не будут бороться за сокращение рабочего дня, то капиталист будет его увеличивать. А что мы выведем вокруг себя? Да, государство их будет... Ну, кстати, Антон, может, расскажете, как вы там это ограничивали, чтобы ночью-то не ездить? А, ну, это как бы личная инициатива. Вот, значит, транспортная компания, я водитель, водитель грузовика. Дальнобойщик. Дальнобойщик. От транспортной компании, от диспетчеров, то есть в нашей компании, периодически поступает такая инициатива, когда вот тот график контроля режима труда и отдыха, он как бы формально позволяет ехать ночью, но чисто физиологически, получается, ломается цикл дня и ночи, потому что эта ночная поездка, она, как бы, может быть, дает какое-то, в смысле прибыли для работодателя, дает полдня вот таких возможностей, но фактически на перспективу она съедает вот физических, то есть, значит... Здоровье. То есть она физиология. Вот физиология. То есть физиология здорового сна. Да. Вот таких потенций, как это сформулировано-то правильно, что... Каких вот... Способностей к труду. Способностей к труду. Надо иностранное слово потенцией сказать. Ага. Способностей к труду съедает больше, и вот работодатель, он, значит, старается продавить, но если, значит... И аргументирует это чем? Что заказчик, значит, дает план, о котором они уже договорились, договорились, вот стратегический какие-то моменты, то есть они уже договорились об этом, и, значит, нужно это выполнять. То есть у меня уже 4 раза была такая ситуация, да, и мой ответ был такой, что, значит, этот план нужно было обдумать и предусмотреть, что рабочий этот не последний акт совершает, а потом работа будет продолжаться, и она будет продолжаться уже на потере вот этих физических возможностей. И 4 раза они все-таки пытались продавить, но, значит, не находили аргументов, вот так вот оправдать это с точки зрения морали, и поэтому вот 4 раза, я, в общем, от свою позицию удавалось отстаивать. Я думаю, это не от того, что мы аргументы у нас рабы с точки зрения морали, а просто в том, чтобы взяли и не поехали. Да, я взял и не поехал ночью. Вот это аргументы. Я поехал с утра. Аргументы не перешибить, и все. Это что, тут аргументы морали. На один день. Мораль тут. Да, ну на один день. Они же, нет, они стараются как-то вот логически это оправдать, эту ситуацию. У меня такие аргументы. Супай, я жить хочу подольше. Надо было думать, да, о том, чтобы... Очень простой аргумент. Да, да, я живу подольше. Товарищи, логика простая, им прибыли больше. Берите пример спортивного рабочего. Нет, они это прибылью не оправдывают. Они это оправдывают, то, что там задача поставлена от той организации, которая выступает заказчиком. А задача всех субъектов капитализма – это извлечение максимальной прибыли. Так что это задача поставлена. Так, спасибо вам. Ну что, теперь к боярам перейдем. Или как, Виктор Иванович? Мы тут все сказали. Ну что, кто-то скажет, что тут неутолимая жажда прибавочного труда. Вот все вот жажда и жажда. Давайте я мостик перекину, попытаюсь. Маркс ранее писал о том, что деление рабочего дня на необходимое прибавочное, и, соответственно, продукта на необходимое прибавочное, свойственно всем эксплуататорским формациям, а их у нас сколько было? Три – рабовладельческое, феодальное и капиталистическое. Чем они отличаются? Только вот формы социально-экономической формой, во что, так сказать, облекается присвоение прибавочного труда и прибавочного продукта. И вот Маркс дальше рассматривает, так сказать, отличие феодализма от капитализма. Там все просто и понятно, и интересно написано. Не только это самое. Он начинает с рабовладельческого, и он там пишет, что там, где вот рабы обслуживали хозяина, его естественные потребности, там на домашних виноградниках, там прислуга по дому, там строительство дома и так далее, это носило их эксплуатацию умеренный характер, потому что потребности этого хозяина, они ограничены. А вот там, где рабы использовались на производствах, как это, производство стоимости, вот в золотодобывающих шахтах, где-то еще, там вот их эксплуатация носила совершенно безудержный характер, и там они изнашивались очень быстро. Так же, как, кстати, и в Соединенных Штатах. Там, когда рабы использовались пока вот тоже в таких патриархальных целях для обеспечения жизнедеятельности хозяина, но их эксплуатация умеренный характер носила. А когда хрупок они стали производить на продажу, то есть, то тут уже пошла сверхэксплуатация, они тут на износ выгорали за несколько лет. Лучше семи лет они не жили. Да, так что вот это вот, тут такой нюанс. И то же самое, видимо, и при феодальной эксплуатации. Пока это все патриархальный характер носит на обслуживание помещика его семьи, это одно дело. А тут Марс приводит, это пример дунайских бояр, которые всеми силами думали, как бы им, так сказать, все соки выжить из крепостных. И это, кстати, показывает, что крепостное – это право не только в России было, ко всему-то прочему. Здравствуйте, феодализм – целая эпоха. Ну, там вот говорят якобы, там вот крепостное, там оно не такое было, там это и так далее. Мало ли что говорят. Ну, что же восстание? По сути, по сути, кто может рассказать? В Китании, во Франции, крестьянская война, в Германии. Это форма, экономическая форма излечения прибавочного, так сказать, продукта при феодализме, на примере, который приводит Маркс. Ну, пример здесь подробный, как крестьян натирает. Тут получается барщин, что феодал не скрывает, так сказать. Вот смотрите, удачи. Он подсчитывает норму прибавочной стоимости. Погодите, надо отходить от того, что мы уже рассмотрели. Как при капитализме, единый рабочий день. На поверхности он не делится, как вот, он не виден. Здесь прибавочное, где необходимое. Но в итоге, в итоге, что получается? Рабочий получает часть только. Понял, понял, что уходил. А при феодализме там всё наглядно видно. Вот ты работаешь на барина, вот ты работаешь на себя. Вот сейчас многие говорят, как у нас всё должно быть прозрачно. Прозрачные выборы требуют, прозрачные отношения. Так вот, при феодализме они были с рамочами и с прозрачными. То есть, рабочий день он делился на две части. И по времени, и ещё что, и в пространстве. То есть, вот рабочая неделя. Вот эти дни ты отработай вот там, на поле феодала. А вот эти дни отработали на своём участке. Соответственно, что ты там отработал, у феодала принадлежит кому? Феодалу. Ну да. А то, что ты на своём участке отработал, вот, пожалуйста, тебе. Да, да, да. Это очень ценно. Самые прозрачные отношения. И мой парень правит требовать, а сколько времени, так сказать, и сейчас рабочий работает на себя, а сколько на капиталиста. Сейчас это не очевидно, скрыто, не видно, сколько денег. Это невозможно. Ну, не от Кучука. А почему вот невозможность вот этой очевидности? А почему? Кучук посчитал. Ну, это потому что сейчас статистика дурная. Вот, скажем, Кучук тоже вот эти данные приводит. Антон, на поверхности явлений. Значит, заработоплата что такое? На поверхности экономических и буржуазных отношений. На поверхности? Она выступает как цена труда или плата за труд, не за необходимое рабочее время, а плата за весь труд. Вот вы заключили договор, контракт трудовой, да, вы обязываетесь отработать, например, всё по закону у нас. У нас по закону сколько? Не более 40 часов в неделю, правильно? Да. При пятидневке сколько? 8 часов в день. И вот у вас в контракте, и у вас честный капиталист скажет, вы будете работать 40 часов. 8 часов в день. И вот вы 8 часов в день отработали, получили заработную плату. И она выступает как цена вашего труда, как в Трудовом кодексе. Вознаграждение за труд вы получили за все свои 40 часов или за 8 часов в день. Вот оно скрыто. На самом-то деле внутри скрыто, что вам только оплатили часть того, что вы создали, а именно необходимую. А если ещё дальше капнуть, на самом-то ещё меньше будет стоимости рабочей. То есть она как бы на заднюю стоимость опирается. И это понятно, да. Просто в буржуазном обществе на поверхности явления нет, не видно вот это разделение труда рабочего дня на необходимое и прибавочное. Если не посчитать, так и вообще не знаешь. От кучука не сходишься. А на барщине, там правда видно, что вот 3 дня на баре, а 3 дня на себя. Ну вот как-то Виктор Иванович совершенно сказал, там на поверхности явления лежит. Это уже дальше по мере развития, я бы сказал, разложения феодального общества, когда вот эти натуральные повинности в виде того, что нужно прийти на поле помещика, либо феодалы отработать, заменяются денежным, там оброком и прочим, прочим, прочим. Вот тогда уже всё это начинается разложение феодализма и переход к капиталистическим отношениям. Давайте дальше. Так, ну дальше у нас следующий пункт, да? Этот пункт мы закрыли? Нет, ну в этом, извините, там два момента. Вот этот барщинный труд он посчитал реально, Маркс. То есть одно дело как номинально, там у них 14 часов должны работать на Боярина. И ещё там сколько-то дней для каких-то срочных работ, там чрезвычайных. Но поскольку нормирование выработки осуществляется вот этим Боярином, то на самом деле это число дней нужно в три раза больше увеличить. Получается из потенциально пригодных для работы 140 рабочих дней, ну по климату, там минус всякие там выходные, праздники религиозные. Работает на Боярина, этот Валашский крестьянин, это, ну, княжество в нижнем течении Дуная, в Аллахе, там и Молдавия туда входило в эти времена. 56 дней, а на себя 84. Получается 66,2% и это норма эксплуатации, норма прибавочной стоимости, она оказывается всё-таки поменьше, чем эксплуатация тогдашнего фабричного лицельхоза рабочего Британии. Ну, потом мелкое жульничество в этом параграфе рассматривается капиталистов, которые заставляют рабочих сокращать своё время обеденное, время на завтрак, вот, и чуть-чуть, хотя бы на 5-10 минут удлинять его за пределы так уже гигантского, то есть, рабочего времени, то есть, на 5-10 минут раньше положенного вынуждены начинать рабочий день и минут на 10 позже заканчивать. За счёт этого получают ещё свои тысячи фунтов стерлингов. Ну, то есть, цитируется один из капиталистов там по опрессе, что если вот на 10 минут больше моя рабочая будет работать, то это мне перенесёт годовой доход в тысячу фунтов стерлингов. Ну, это вот в этом параграфе. Закончили, да, Стива? Ну, вот тут я буквально два слова позвольте немножко отвлечься. У меня тут за какие-то грехи мои перед марксизмом ушёл Маркс, капитал, первый том. И я до того, как это распечатать, пытался слушать в машине. А у меня эта подборка, я скачал в интернете аудио, капитал, там было написано с некоторыми сокращениями. И там было вот после второго пункта параграфа про Боярина. Кстати, там тоже не было ничего подробных вот этих цифр про эксплуатацию, но это рано, сокращение. После этого шло третье. Дневной и ночной труд, система смен. А у Маркса третий. Это вот отрасли английской промышленности, без установленных законом границ эксплуатации. Особой тут теории нет. Но тут, тем не менее, вот в частности, Маркс пишет. В 2, 3, 4 часа утра 9-10-летних детей отрывают от грязных постелей и принуждают заодно жаркое пропитание работать до 10, 11, 12 часов ночи. В результате чего конечности их отказываются служить, терра сохнет, черты лица приобретают тупое выражение, а все существо цепенеет в немой неподвижности. Один вид, который приводит в ужас. Мы не удивлены, что господин Малет и другие фабриканты выступили с протестом против каких бы то небрапрений. Вот. Это вот, так сказать, и, в общем-то, весь вот этот параграф. Я вот не знаю, я вот тут особой теории не усмотрел. Вот меня сейчас Виктор Иванович поправит, но он вот блестящий с точки зрения публицистики, и он, так сказать, и не надо забывать, что это относится к описанию самой богатой страны на тот момент в мире, которая эксплуатировала всю полмира, это викторианская эпоха, расцвет Британии. Богаче этого считается, Британия никогда не жена. И вот я просто рекомендую вот этот третий параграф восьмой главы изучить самостоятельно, а если Виктор Иванович что-нибудь там усмотрел с точки зрения теории, то он с нами поделится. Конечно, вы что же. Да. Со что, только я писатель, конечно, глубокая теория. Вот давайте мы вернемся к первому параграфу. Еще раз. К первому параграфу. А, к первому параграфу. При столкновении двух равных прав побеждает сила. Побеждает сила. А, у детей силы нет. Нет, Свет, погоди. К тому. Побеждает сила. И вот дальше-то он пишет. Таким образом, в истории капиталистического производства нормирование рабочего дня выступает как борьба за пределы рабочего дня. Повторяю. Борьба между совокупным рабочим и совокупным капиталистом. И вот Маркс через эту, так сказать, историческую перспективу, он что там, какие теоретические выводы делает? Они в самом конце заключены. Первое, что по мере развития капиталистического способа производства, когда он захватывает, ну, он же из феодализма вышел, правильно? Да. И не так сразу, сразу раз и стопроцентно все захватил. Он захватывал отдельные какие-то отрасли, отдельные производства. И чем, так сказать, выражалось захват по отношению к рабочему? Безграничном, абсолютном удлинении рабочего дня. И вот эти примеры он приводит. А за этим стремлением, а почему капиталист к этому стремился? И вернемся, что такое капиталист? Определение. Это персонифицированный капитал. Капитал что такое? Само взрастающая стоимость. Есть пределы возрастания? Нету. Нету? Нету. Не потому, что они злобные какие-то вот. Уродились такие капиталисты. Но утро у них капиталисты такое заставляет получать прибавочную стоимость. За счет чего? За счет чего? За счет обвинения рабочего дня. Вот даже мы отголоски этой борьбы, которая была 200, 300, 400 лет назад в Англии, в других странах. И видим сейчас, несколько лет назад, один из наших капиталистов, миллиардеров, господин Прохоров, что заявил? А неплохо бы сделать 60-часовую рабочую неделю. Но сколько в день? 12 часов. В Кове и так и есть в Южной. Давайте в нашей стране. Откуда у него в голове? Что он и злый день такой? Дурной? Нет. На утро у него капиталистическое потребование. Он же, так сказать, уловил. Чем длиннее рабочий день, тем больше у него будет в кармане прибыли. Значит, возвращаемся. То есть, по мере того, когда капиталист, ну, капитализм вот своей, как эти щупальца, щупальцами охватывает все экономику, все отрасли производства, да? Вот это увеличение, стремление к наживе и к приводочной стоимости и к прибыли выражается, прежде всего, длиннее рабочего дня. Как это на второй стороне процесс, на совокутном рабочем, отражается? Ну что, беспредельно же нельзя начинать с возмущения рабочего класса и попытки борьбы, которые к чему приводят? Ну, это борьба, вот Марс пишет, за нормирование рабочего дня, она приводит к ограничениям, к каким-то законодательным уже ограничениям этого рабочего дня. Вот первый вывод. И второй вывод, он очень простой, Марс пишет, там в самом конце этой главы. Параграфа? Нет, главы. Знаете, грала – это рабочий день, это все, вся грала. А, ну, в том числе, до ее конца нам еще ехать и ехать. Ну, в том числе, забегая вперед, один рабочий, попытки какого-то индивидуального одного рабочего противостоять, ни к чему, обречены, совершенно верно. Во втором параграфе еще полезное замечание о вырождении нации в Британии, во Франции, что по мере становления капитализма рост призываемых солдат систематически уменьшался и учащались эпидемии, потому что у народа не хватало элементарно времени для того, чтобы в своей жалкой лачуге навести какой-то элементарный порядок и санитарию. И вот что интересно, да, в Англии это ладно, а во Франции это была Великая Французская Революция, между прочим. Вот, и прибыло. И, кстати, то же самое в России в начале 20 века. Деградация призывников союз тем, что капитализм, началось бурное развитие капитализма в России. Это вот такая болезнь, да, капитализма. И у нас сейчас, кстати, то же самое. Вот, по крайней мере, в нулевых годах была карасальная, там чуть-чуть, вот все, которые приходили, чуть не 70% дистрофии призывников. понятное дело, там определенные социальные социальные сраи, так сказать, призываются в армию, но вот это вот их отъедали там специально. Это вот, то есть, это капитализму присуще. Так, ну что, дальше дневной и ночной труд, система смен. А третий параграф не будем? А третий параграф, ну вот мы, так сказать, по нему прошлись. Ретроспективно называется прошли. А? Ретроспективно прошлись. А, значит, нормально. Нормально. А я этого слова не знаю. Антиномию вы знали? Антиномию вот только тут узнаешь. Раньше не знал. Я думаю, это такой демагогический прием. Сказать, это у тебя антиномия. Подробно из зачетов фабричных инспекторов, из обращений властей с сетованиями на капиталистов вы через чур-то стараетесь выжать последние соки из рабочего, что больше 12 часов в день их не стоит эксплуатировать, что это противно всяким там обычаям, там, религиозным, там, всяким правилам и прочим. Вот. Ну и на примере отраслей промышленности в 40-е, 60-е года 19 века в Британии не было на государственном уровне какая-то планка проведена по времени рабочего. Ну, примеры приведены там, где вы сначала процитировали, что там дети по 18-22 часа работали. Это в кружевном производстве, потом рассматривались. Кончарное производство очень вредное, там смертность из-за болезни легких, там чахотки два раза выше была, чем в среднем в этом же округе, среди других рабочих. Потом примеры, ну, на фабрике спичной четверть составляли дети, в том числе даже до 6-летнего возраста. Там 5 человек из 270, но четверть были дети до там 13-14 лет. Тоже гигантский этот и во вредной атмосфере вот это испарение фосора вызывали нервные заболевания, там спазм жевательных мышц. Дальше там обойное производство, где тут их условия труда сравнились даже с кругами ада в комедии Данте, божественной комедии. Вот, и заканчивалось производство бальных платьев, кузнечную, то есть, в общем, весьма большой спектр видов производств, и везде, значит, Марс, опираясь на данные статистики, сообщения из газет, там, тогдашних журналов, отчетов фабричных инспекторов, показывает, насколько ужасающая эксплуатация инспекторов. А вот где больные платья, там, смерть одной работницы, это там же рассматривалось, да? Да, да. Вот, кстати, можно сравнить, значит, Марк приводит пример. Смерть от истощения, вот, 16 часов там рабочий день был, да? Короткие перерывы на то, чтобы влить себя в кофе или какие-нибудь напитки поддержали. в обойном или спичном производстве, что нельзя отрываться было в обойном от станка мальчику, шестилетнему, и его отец, значит, вынужден был становиться на колени и во время там 16-часового рабочего дня его подкармливать на ходу. То есть, нельзя было от машины ребенку отойти за это наказывали, могли уволиться, это, значит, еще больше насчитали, еще больше голод английского рабочего. Вот эта девушка, значит, отработала 30 часов и, естественно, умерла. А вот сегодня в нашей стране иногда, так сказать, мы читаем и смотрим по телевидению, это касается водителей, заснул за рулем, авария, сам погиб, там еще... Это вы спортиные водители, по активным водителям такое не ведутся. Ну, то же самое, это же переработки бесконтрольные совершенно. И эти переработки... Так что, то, что было 300 лет назад в Англии, у нас тоже проявляется. Конечно. И не только у нас. В трассах между городами или там... Ну, вот это накладывание... Если вот в Европе есть вот эти вот формы контроля режима труда и отдыха, то они иногда так формально накладываются, что есть возможность ехать ночью. И вот в таких ситуациях вот эта вот резкая нагрузка, она, конечно, на аварийность очень сильно влияет. То есть получается вот этот, по видимости, контроль, он на самом деле вот не, так скажем, не всегда вот, как вроде бы, даёт... Не всегда получается так, что вот рабочая сила используется так оптимально. Есть всё-таки тут прорехи такие, которые вот провоцируют вот эти ситуации. Ну, ещё тут страница 5 о фальсификации продуктов, прежде всего хлеба. То есть это актуально и для наших времени. А в 90-х годах, помню, в Санкт-Петербургских домостях была опубликована большая статья, как фальсифицировали продукты в начале 20-го века до революции в России. Там очень, так сказать, всё подробно описано, все эти рецептуры. Так что это сколько жив капитализм, сколько есть фальсификация продуктов. Это появилось задроги до соевого мяса там, генов модифицированных и так далее. Так что поэтому здесь значит, надо думать, что вот это тут выше мы теоретической думать уже итог подводить. То есть система смен, давайте коротко всё-таки скажем, тут в общем-то теории-то тоже не важно. Думайте на следующий раз оставить, да? надо закончить эту главу однозначно. Всю главу восьмую? Нет, не это самое. Вот чего? Тут такая тема, как бальба за нормальный рабочий день, пятый параграф. Я вот думаю, четвёртый параграф закончим, это самое на сегодня... Вы ведущий, давайте. Нет, ну а чего, нет? Нет, я только... Ну тут, так сказать, это надо как-то это немножко пожевать, тут ещё богато. Это самое. Дневной и ночной труд система смен. Значит, в чём здесь идея? Что капиталист хочет беспредельно увеличивать рабочий день 24 часов в сутки, но здоровье рабочих, к сожалению, не позволяет ему это реализовать в одну смену. Поэтому вводится сменная работа, ночная. И это вот и тут, само собой, точно так же имеют место и переработки и сверхурочная эксплуатация нещадная детского и женского труда. И тут, в частности, Марс упоминает и бумагопредельные фабрики московской губернии ко всему прочему. Вот. И здесь вот это вот выводится, что вот эта сменная работа, она позволяет усугублять эксплуатацию рабочих, в том числе из-за того, что работа ночью, она намного вреднее, чем работа днём, даже при равной продажительности. Она ромает жизненные циклы человека. Ну и вот сейчас вот мы встречались недавно с водителями города Катранса, они то на работу встают в 3 часа ночи, и то домой приходят с вечерней смены в 3 часа ночи, и поэтому у них совершенно и спать нормально не могут, и вместо того, чтобы спать, идут там гулять, потому что знают, что они заснут. Потом они до 7 вечера, там с утра до 7 до 9 вечера, они едут, говорят, как зомби на своём троллейбусе. То есть, это вот такая вещь, которая сама по себе очень вредна, эта сменность. А если тут ещё есть какая-то глубокая теоретическая мысль, то Виктор Иванович нас с ней познакомит. Так, будем заканчивать на сегодня. Возражения есть? Нет. Значит, следующее у нас, на следующее занятие, мы через 2 недели встречаемся когда-то там. Сегодня 2-е, плюс 14-16-го. Вот. И это борьба за нормальный рабочий день. Вот это вот мы уже боевое, принудительные, но тут, правда, принудительные законы об удлинении рабочего дня с половины 14-го до конца 17-го столетия. То есть, началось всё с его принудительного удлинения. Мы сейчас ведём борьбу за принудительное сокращение. И вести борьбу нам эту приходится не только с капиталистами, но и со своими товарищами несознательными. Следующую главу не будем? Наверное, на борьбе нормы массы прибавочной стоимости. Я думал, давайте главу девятую нормы массы прибавочной стоимости все почитаем. И если так сказать закончим успешно, то тогда начнём её нормы массы прибавочной стоимости. Всё, да? Спасибо. Да, спасибо, товарищи, всем. Спасибо. Спасибо.